номер 1072 события дня римлянам 8 9 но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет в вас если же кто духа христова не имеет тот и не его 1 конектом 6 19 не знаете ли что тела ваши суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои за 22 ноября 2018 года наше объявление можно затормозить и посмотреть дальше я покажу небольшая переписка тут идет то есть наша беседа была с сектантами лучшее пособие беседа со мной пришедшими сектантами под ним написано что андрусенко александр а то ему там беседы такие похоже так сел в обойме амаликов и дофанов саверонами судя по постам снизу это сергей птушенко пишет как новый человек появляется так их трясти начинает точно абсолютно дети амалика добивать но явно дело что ничего не получается то наталья под этим роликом он дает такой комментарий а имеет ли он веру евангельскую вот вопрос серьезный сергей птушенко бог только знает по моему такие верят только себе и в себя вот абсолютно точно наталья парень то этот расположенный даст ему господь понять истину и где церковь то сергей птушенко да мыслящей да обратит господь его на истинный путь ольга аминь наталья парень это расположена даст ему господь елена златоуст мощно спаси христос его ролик с этим парнем здоровски слава господу нашему иисусу христу роман бывает что система youtube блокирует канал по ошибке сергей игнатов мир вам мне по скайпу митрофан грех иногда пишет разные цитаты из библии творения святых отцов между прочим настойчиво пытается через меня выйти на нашего духовного наставника помощника и советника во христе который его возможно когда-то заблокировал как я в моем мире митрофан сетует что несколько раз направлял приветствия но ответа не получил я написал ему чтобы он через третьих лиц обратился к игнатию тихоновича чего он хочет так же само и колеблющийся между баптизмом и православем василия сша и вашим хочет выйти на контакт с игнатием тихоновичем есть у него вопросы по поводу того что святые мужи вселенских и поместных соборов и учителя церкви сказали православной вере одно а на практике он будет совершенно иное но как ему объяснить что не лютые волки в овечьей шкуре проникшие словесное христово стадо определяют сущность православной церкви а святые по благодати верующие православные христиане не лишенные больших и мелких грехов по своей человеческой природе но назвал тебя один брат наш сыном дьявола так этим именем назвал апостол павел одного волохва за то что он сбивал жаждущих познать истинного бога людей с пути господнего может и переборщил брат с этой ну так ты выговори ему и больше не давай под такой оценки к так думать о себе на этом все храни вас господь прошу ваших молитву как за метрофана грека за василия обеих в разумле не за меня грешного сергея это игнатов чтобы успевал выполнять все по работе аминь ну помоги господи чтобы сергей успевал все делать по работе роман да будет на нас более отца иисуса христа во святом духе слава святой троицы матфея 6 10 26 42 наталья этот метрофан грек мне тоже писал два сообщения и отправила игнатию тихонов еще а потом удалила его пытается доказать что и ты неправильно понимает библию и защищает монашество и на этом все роман игла тоже защищает монашество которое по евангелию благовествует а не пребывает в иерусалиме до смерти премудрого пискаря садкова щедрина наталья василий если бы хотел принять правосаду принял давно принял столько лет а в любой момент господь может взять его душу а он думает еще грех закрывает все чужие грехи видеть а свои не видит если бы он имел рождение свыше и настоящее покаяние как у давида то не было бы таких вопросов он бы видел себя самым погибшим грешным человеком а так смотрит за другими то под своим носом ничего осудил всю церковь совершенно не хочет воспринимать истину только новый завет а новый завет не отменяет ветхий без него невозможно понять новый завет живет по стихии мира роман по апостолу такого отвращайся я много раз их вразумляла много раз их вразумляли наталья так этот метрофан только в интернете сидит и сбрасывает материала сам-то пойди знаю на ли это или не он и ни одного ролика благовестия у него нету знает ли ну роман он показывал себя по скайпу на видеобеседе они сами себя осудили говорит апостол ответ священника протоиерея лексиняева иерей павел островский вот павел островский маленько то глядите что он за островский какой он что он говорит как идет сергей игнатов нет это не этот метрофан который мне писал у того заставка фото было какого-то монаха по апостолу такого отвращайся много раз их вразумляли роман метрофан ответил романы я не показывал себя по скайпу то ни на одной видеобеседе роман он включал свою видеокамеру при беседе я сам просил это сделать так как потому что неприятно разговаривать фотографии если не знаешь кто скрывается за фотографии псевдонимами никами сергей игнатов метрофан пишет ваше сообщество по изучению священного писания боится что не сможет ответить право правильно наверное на мои вопросы вопрос я попытался донести мысль что православные христиане должны иметь страх божий а не страшиться твоих или чужих вопросов но прежде чем такое написать напишите вопросы на форуме игнатия тихоновича но предварительно почитая ответы на них на реплику наталья метрофан написал что у него внутри энергия святого духа надо заметить что после первого занятия летом 2017 года у сергей львина который пригласил метрофана в свое сообщество по изучению библии у меня с метрофаном была жесткая полемика а сергей пупков и вовсе не стал потом посвящать эти занятия чтобы не спорить с метрофаном метрофан стетует что у него есть вопросы а доступа в наше сообщество нет вот что он написал о себе и о нашем сообществе мои ответы всегда по творениям святых мужей учителей церкви сети библии ваше сообщество по изучению священного писания боится что не сможет ответить правильно на мои вопросы 1 иоанна 4 18 любви нет страха но совершенно любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучение боящийся несовершен в любви ну когда тут так подряд это печатает я и может и неправильно кто это сказал впереди пошли им я передала его письмо на этом все отхожу роман вы хотите исполнять заповеди божий после второго вразумления отвращается таковых знаю что они самоосуждены понимаешь как если бы это люди прислушивались думать победу одержать зачем нам письма тех кто изучил все в библии у святых отцов что согласуется с евангелем и на что опирается игнатий технич знает его иглы и дела но продолжает с маниакальным упорством сатаны сатана тоже знает что бог слава богу нашему победит сатану продолжает выискивать якобы причины для нападок на иглу все дело в зависти к игле у иглы есть те кто восхищается им его богом евангелия хвалатся у сына и святому духу а у них таких почитателей нет у иглы есть куча дел благовестия которые продолжаются а у них нет и не может быть потому что они гордятся собою добрые дела приписывают только себе и не благодарят иисуса христа благодарением за свои добрые дела которые делают не для того чтобы прославлять его дальше наталья вот еще одна встреча где обсуждается ваша тема тема летних лагерей а это не наталья это из америки мне прислали муранова лидия потому что ваш метод в кавычках гарантирует успех будущего страны звучит высокопарно но идея моих слов подтверждается в этом ролике димитрий игнатий тихонов стоит ли слушать проповеди священника рафаила берестова я чуть совсем посмотрел на какое-то ощущение неоднозначности вот в 3 минуты 6 секунд а уже в 4 минуты 20 секунд написал вопрос снимается он лжеучитель я ничего не отвечал за мне помер что мужчина или женщина писклевит и все эти нападает проще что у нас тут это мои материалы тут выставляют вот так надо посмотреть еще где какие кто зашел мор в это видео что тут такое всем моим собратьям архиереем скажу пока живой ведь здоровье жизнь это не мимо текущая а мимолетная так вот все демонстрирующие ваше богатство машины покои парфирные облачения и прочие атрибуты которые так нагло переписаны из черного в белое при вашем антихристовом приспешествование это орудие убиения церкви нашей и веры нашей нет больше мочи об этом молчать кричать начал и не замолкну не замолчу будущий свидетелем множества отвращенных от веры христовой а именно веры нищелюбивого образа жизни благодаря вашей наглости жадности и ненасытности в похотях говорю вам что независимо от ваших самомнений делами вашими вы слуги антихриста делая по вашему прелестному меропониманию потуги торжества православия ой боязно стало но я уже сказал а а дальше дальше сознательно соитие современного церковного устройства с антихристианством с борьбой со христом с тем что он заповедовал нам возвещая волю отца молодец это когда он вчера выставил да благословит господь это наш архиерей и в тихий вот вот действительно меня спрашивал тут как-то один священник партеерей говорит но ты архиерей когда едет с собой набирает священники и побор и везде все в конверте дай деньги но есть хоть один-то епископ который у нас не заражен этим игру есть а кто такой курочкин и в тихий иван тимофеевич вот анатолий пеншин 27 комментариев вот и пишут об этом вот это я сейчас во время я не видел во время прям увидел сейчас первый раз считаю а почему так получилось может поэтому почему распяли христа потому что людям хочется решения своих повседневных насущных жизненных проблем а он проповедует жизнь небесную да еще и не всегда ясным и понятным языком людям кажется что их обманывает говорит о царстве а царство от них хочет да и обещает воскресенье не всем сплошной обман потому и пришлось христу своим примером распятия воскресенья доказать правду иначе история человечества была бы совсем иная показать полностью надо раскрутить вот в это собственно это происходит и сейчас вот до сих пор просчитайте там много у него тут написано вот сколько написал вы правы владыка как с нашего высокопресвященнейшего списано владимир горохов сергей иванов и миряне хороши да это правда книги пророк и сайт и не будешь долго плакать господь помилует тебя артемий владыка мне хочется задать лично вам такой вопрос не защитникам вашим здесь присутствующим а лично вам зачем всю погонь и грязь которая происходит в церкви выносить на публику лишь защитник нашел с артемий вы пишете это все кому спрашивается духовенство или людям если духовенство так обратитесь к святейшему патриарху изложите свое недовольство в письме мне кажется архиерей не должен так себя вести выносить всю грязь церковную играйте на публику строите себя умного и праведного молиться надо владыка не в контакте сидеть мерзопакостной ерундой заниматься значит что они грязь распустили и правят грязь уже людей то нету грязь растлилась земля землей называют людей златоуст говорит когда перед новым потопом а владыка виноват ну а как он без там в контакте или где он сидит на публику играете я заранее уже сказал защитник он такой же раз защищаешь мерзость эту значит такой ты и есть артемия тут уж ничего не знает тут дальше три ответа все что у меня самого на сердце от владыки слышу у меня больно вместе с ним у артемий ты чих будешь вообще то вы тоже второе лицо на артемий вера там пишет владимир за искренние слова поклон батюшке здоровья валерий молчалов епископов так как владыка и птихий епископ но и священников побольше нам таких не помешало бы сегодня утром читали на столе послания к темопею кто их епископса желает доброго дела желает бог помощь владыка и игнатий щукин пишет в общем случае системным кризисом называется ситуация когда система теряет внутренние потенции развития адаптация выбора решений и способности к адекватным реакциям на окружающее влияние вот пойми кто на ком стоит записи епископа вот так благослови господи епископа и в тихие молодец ой молодец у нас 13 лет был епископом бедность любит один людей нету кому крышу укрыть в храме слезет лист железо прицепит мне говорили говорит и на веревке поднимает когда мы были в нашей миссионерской поездке мы заезжали к нему всегда были у него где он живет вообще два квадрата есть или нет комнаты вот пример какой как они на него нападают это вообще не годится так вот это юрий зашел прочитать сейчас прям сразу новая штрихи к вопросу о недопустимости изображения как его понимали древние евреи вот сейчас все все тут кто тут скажет американские израильские археологи обнаружили в руинах синагоги 5 века на севере Израиля исследовали о мозаике с библейскими сюжетами в том числе с изображением ноево ковчега ионы которого пожирает рыба исследователи рассказывали о мозаиках об оттоках раскопках дальше поселение на месте деревни Хукок которая находилась недалеко от Галилийского моря ну то есть иконы были где на самом деле крестили Иисуса Христа ну вот такие вопросы ну зачем это не знаю вот видишь находят люди стараются нам это показать вот наш мой мир люблю эту систему очень тут переписывать целико и вот наш форум 1600 тем и вот наш видеоканал сейчас загружаю сегодня было беседа со мной пришедшим вот которая статус читал сейчас вот вокруг это разыгралось 1722 значит вот что вы говорите я отношусь к баптистской церкви она с каких пор стала церковью баптисты вот все что сказать вот на это выходит ну и во свете Библии православный библейский сайт и на этом все сегодня